Так. Не, так резко не крутись, рубашка. Она же старенькая, у неё головка закружится, она вырвет. Продолжение следует... Всем привет! Вышла только что из Марашлян студии. Вот они здесь такое огромное зеркало во дворе повесили. Вон она я. Сейчас пройдём с вами. Отнесла их заказ. Корону такую. Буду делать ещё. Так. Ну, собственно, вот так вот это всё выглядит. И я тоже. Пошли по делам. У нас сегодня день рождения Ангелинки. Мы пришли в детское кафе. Такое вот оно у нас сказочное. Там ещё кто-то день рождения празднует. И... Анцик-анцик. Вот. И наши детки тут сидят самостоятельно совершенно. И вот виновница торжества сидит. И рыбочка. Детишек с обоих днёх дней рождень позвали на сцену. Детишек с обоих днёхами. Детишек с обоих днёхами. Детишка с обоих днёхами. Пойдём. И жмory würde. Детишка с обоих днёхами. Couple! Юбаш! Ты танцуй! Господи, что это в него включили? Айо? Помогайте, помогайте! Нархангл! Ух ты, гангл-гангл! Как вы делаете? В Европе. Как вы делаете, если вы делаете Махтабин? В Кахангстане. Почему? В Кахангстане. Все, я вам покажу. Все, доброе утро. У нас 7 часов утра. Рубашка уже улыбается. Я готовлюсь провожать его в школу. Жарю ему завтрак. Делаю ему коренную котлетку с яичницей. Меня многие просили показать, иди умывайся. Меня многие просили показать, как мы завтракаем. Ну, никаких особо специально армянских блюд. Мы не едим. Сейчас извиняюсь. Котлетку перевели. Обычный завтрак. Творог со сметаной, с сахаром. Бутербродик с колбаской печенькой. Яришница. Каша манная, овсяная. То есть, ну, все как у всех. Ну, есть у меня один такой супер-пупер фаворит. Вот истинно сугубо армянский завтрак. Потому что, который идет сквозь века, и даже если я не побоюсь сказать, тысячелетия. Этот завтрак, секундочку, он поменьше сел. Поскольку армяне народ горный, в горах калинацировый, и для того, чтобы выживать, надо было плотно питаться. И пища была простой, примитивной, но сытной и такой питательной. Сейчас я вам покажу, чем я буду завтракать. Я себе насыпала. Значит, вот эта мука пшеничная, то есть пшеницу, необходимо размолоть в муку. Эту муку необходимо обжарить до вот такого вот цвета, приятно бежевого. И, значит, нам нужен кипяток, хороший кусок сливочного масла, потому что питательности без сливочного масла с утра не бывает. И я использую сахар, я мёд очень не люблю, но люди, конечно, использовали мёд. Вообще, в идеале сюда мёд в качестве подсластителей идёт. И, значит, это заливается кипятком и перемешивается в кашу любой консистентностью. Заливаем сначала небольшим кусочком, что значит, что я в 6 утра встала. Небольшим количеством кипятка. И начинаем разминать. Внешне будет похоже на такую коричневую замазку, но на вкус потрясающе вкусный. Этот вкус для вас будет совершенно неожиданным. И вот именно таким образом армяне выживали в самые холодные зимы, да и летом тоже это можно кушать. Это отличный, плотнейший завтрак, и вы очень много времени не будете ощущать голода. Можете сделать совсем жидкую кашку. Есть армяне, которые вообще мало добавляют воды и лепят из этого пшена котлетки. Такие их просто, как вот пирожная картошка есть, вот так его и кушают. Завтрак этот называется... Ну, блюдо это называется... Паренет. Паренет. Называется похинец. Я не знаю, как это слово перевести на русский, но вот похинец. Так оно и звучит. Очень-очень вкусно, сытно. Главное, чтобы пшено было очень-очень мелко размолото, чтобы мука была очень мелкого помола и хорошенько обжаренная. Добро пожаловать в волшебный осенний Ереванское утро. Вы только посмотрите сюда. Потом какие-то американские гвардейцы фотографируются на фоне Арарата. Посмотрите. Добро пожаловать в волшебный осенний 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 Всем еще раз доброе утро. Я приболела. У меня голос такой не совсем веселый. Но когда я сегодня отвозила рубашку домой в школу, сейчас у нас где-то 9 утра, просто потрясающий Арарат я увидела. Еще раз покажу вам его за своей спиной. Не знаю, попал он в камеру или нет. Так что каскад для меня какое-то место паломничества, как фотографа и блогера. Потрясающе просто этим не перестаю восхищаться. Шикарно. Сейчас пойду домой, заварю себе чай. Кстати, очень хорошее средство. Хочу вам посоветовать. Не террафлю или какие-то другие, а сейчас в продаже появился грипафлю. Очень интересное средство. Оно похоже на террафлю, но лечит в 5 раз быстрее и лучше. Так что если у вас первые признаки простуды, грипафлю, со вкусом клюквы есть, малины, по-моему, черной смородины, что-то такое. Очень-очень рекомендую. Пользуюсь случаем, покажу вам наш садик перед домом. Красивый такой, весь желтенький. И такой кафе классный. Не помню, я показывала его вам или нет. У нас вот такие вот деревья нарисованы с этой стороны. А с этой стороны что-то в стиле долины. Отдолинно. Отдолинно напоминаю. Вот так вот. Это наш двор. Отдолинно. Отдолинно. Отдолинно.